Мне очень жалко того времени, когда были эти тотальные антидемократические лагеря, и когда таким образом, а не иным, складывалась душевная жизнь людей в 14-15 лет. Сейчас мне очень не нравится ситуация в России, когда с ранних лет учат, смотри, ты должен быть успешным, ты должен научиться зарабатывать деньги, учти, что встав на труп товарища, ты становишься на 10 сантиметров выше. Вся эта ужасающая циничная глупость и демократическое распутство мне кажется очень печальным и очень глупым, и вообще, можно даже сказать, безнадежным. Вот. Человечество повзрослело и не должно больше идиотически реагировать на любую политическую дешевку, понимаете? Я знаю, что есть люди счастливые и несчастные, и это никак не зависит. Никак не зависит. Почти никак не зависит. От тех или иных социальных условий, от тех или иных названий, от тех или иных общественных строев. Все это глупость. Были такие люди, фарцовщики у нас, которые вот в этом, они как бы были вот наиболее такие жизнеспособные, да? То есть, допустим, в стране производили только вот штаны, скажем, вот из такого материала. А всем нравилось носить джинсы. А джинс в Советскую Россию не завозили. Но вся Советская Россия ходила в джинсах. Они стали олигархами. Вы правы, абсолютно. А абсолютно, так сказать, кто, никто, так кто, я вам могу сказать, это Таня ерунду мелет, она стала олигархами. А больше никто не стал олигархом. Кто умер, кто на наркотиках сидит, кто стал нормальным, скромным и естественным человеком. А олигархами стали те, которые в это время завозили джинсы. Понимаете? И как бы джинсы завозить, ну, нельзя, а вся страна ходила в джинсах. Значит, возникал какой-то оборот, понимаете? И вот эти вот ребята, сейчас вот у нас страна, в которой, так сказать, руководство, идеология страны, все осуществляют те, кто возил джинсы. Они называются олигархами. Вот, вот, все. Я по-другому ощущаю это время, потому что все лучшее было вот на экране. Все лучшее было в голове у Сережи Соловьева. И он преображал, и он, так сказать, трансформировал и делал, так сказать, то, что должно было бы быть с нами со всеми на экране. Я думаю, что в жизни было по-другому. Почему? Потому что у нас у всех, вот, Ира Малыш, замечательная, вот, Гремухина, которая там играет, которая стала, в общем, невостребованная артисткой, Боря Токарев, которой никем, в общем-то, не случился и не стал, а трагически продавал какую-то мебель. Ну, мне надо, чтобы он стал помедлить, что-то он продавал, хотя он закончил актерское отделение. Мальчик вот такой, который в очках умер, молодым погиб, и Сорин погиб, и парень, вот этот Глеб, который... Все, в общем, не дожили даже до зрелого возраста. И в этом поколении, вот, к которому вот я себя отношу, дело в том, что ни у кого не было судьбы, понимаете? У всех была, как бы, биография, все знали, что все должны закончить школу, пойти, потом вот так или иначе в институт, или кто-то в техникум, потом, ну, в общем, все было понятно. Судьба была у очень немногих, у тех, которые попали там в Афганистан, это потому что уже мое поколение, которые ушли в Афганистан, а дальше уже Чечня следующая, кто погибала. Вот у тех была судьба, у мальчиков, которые погибли в Чечне. А у нас, вот у, так сказать, пионеров и дальше, так сказать, студентов воровских, у кого, в общем, судьбы в таком высоком смысле не было. И время, которое изменило, и, конечно, нас всех разбросало, и мы, это поколение, это совершенно правда, они стали и олигархами, и стали какими-то там авторитетами воровскими и так далее. И тогда, я имею в виду с такими крайним выражением, вот, Аддуя, то время, которое началось, которое, действительно, оно, в общем, оказалось вульгарным, в большом счету, но оно осталось не было. Оно дало возможность состояться из-за целью. Поэтому мне трудно понять, но, мне трудно сейчас сказать, но мне кажется, что вот в тот момент, когда мы были, был Сережа Акуров, был Сережа Соловьев, и была, как бы, вот эта атмосфера, и она здесь точно, да, было ощущение какого-то, вот, ну, такого обещания, как бы, жизни, обещания будущего. Но будущего этого не случилось ни у кого. Ни у кого. Я снимаю картины на одну единственную тему. Про попытки человека остаться в жизни человеком, несмотря на любые абсолютно общественные строения, и общественные, и уж во всяком случае, никогда в жизни ничего не валить на общественные строения. Если что-то можно на кого-то валить, то только на себя самому. Общественный строй тут совершенно ни при чем. Как были идиоты при социализме, так такие же идиоты есть при капитализме. Как были люди при социализме. Так были, так есть люди при этом поганейшем, омерзительном, российском, вообще, так сказать, капитализме. Это все ни при чем. К дальнейшему типу людей, к редкому которых раз-два я общался во всем мире, во все времена, это люди, которые, как говорится, формируют вокруг себя жизнь, обстоятельства и все, погоду в том числе. Большинство же людей по-другому живут, большинство же людей живут так, как и сказываются обстоятельства, и по обстоятельствам. Я это имела в виду, я не хотела сказать ничего другого. Согласно абсолютно Сергею Александровичу. Действительно, есть редкие люди, которые, они формируют обстоятельства вокруг себя, и всех подчиняют этому обстоятельству. Но это мало кому дано, вот и все. Значительно лучше и легче снималось кино в советское время. Сейчас снимается кино омерзительно просто. Омерзительно. С этого места поподробнее, пожалуйста. Пожалуйста. Есть ужасающая, паскуднейшая, отвратительная вещь, так называемый идеологический пресс, идеологическая цензура. Вот в советские времена все было подчинено этому ужасающему, отвратительному, гнусному идеологическому прессу. Но идеологический пресс обладает одним свойством. На этот идеологический пресс можно найти ходы и выходы. И ходы, и выходы, например, Андрей Арсеньевич Тарковский знал великолепно. Великолепно. Потому что я встретил Андрея Арсеньевича Тарковского после того, как он уехал на фестиваль в Венеции. И говорю, когда он уже уехал, я говорю, Андрей, как ты живешь? Он говорит, как я живу? Он, посмотри на эти рожи, показал мне, значит, как бы, публику Венецианского фестиваля. Он говорит, найди здесь. Вот одно лицо мне ткни. Кто мне даст хоть один доллар на то, чтобы я снял фильм «Зеркало»? Вот найди, покажи, ткни. Ткнуть было некуда. Некуда ткнуть. Сейчас над нами, над всеми, висит немыслимый, тяжелейший, идиотический пресс-рубля. Денежный, это так называемая денежная цензура. Причем люди, обладающие деньгами, они значительно более жестокие, циничные, гнусные и невероятные, нежели наши идеологические работники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!